В Республиканской клинической больнице появился новый ангиограф. Это более экспертная модель, более высокого класса, более высокого разрешения. Аппарат позволяет не только выявить проблему в сердце и мозге, но даже устранить ее. Использовать сервисы Яндекса на территории Чувашии станет проще и удобнее. Мы, если совместно будем двигаться, сможем наработать намного больше инструментарий и сервисов в области цифрового управления. Правительство Республики заключило соглашение о сотрудничестве с крупной IT-компанией. Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить единовременную выплату от государства на профилактику от коронавируса. Индивидуальные предприниматели без работников получат 15, чуть больше 15 тысяч рублей. А те, которые имеют работников, еще дополнительно чуть больше 6 тысяч рублей на каждого работника. Для этого руководителям нужно подать заявление на сайте налоговой службы. Отдых у воды только в специально оборудованном месте. В этом году Республике подготовлено 13 пляжей в городских округах и в сельских поселениях 86 оборудованных мест для безопасного отдыха населения. В МЧС напомнили о правилах безопасного поведения у водоемов. Бизнесмены Чуваши смогут компенсировать затраты на дезинфекцию помещений в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. С 15 июля предприниматели, а также ряд некоммерческих организаций получат субсидии на обработку площадей. По словам бизнес-омбудсмена Александра Рыбакова, никаких документов малый и средний бизнес предоставлять не должен. В течение месяца руководителям организации необходимо зайти на сайт налоговой службы и через личный кабинет подать заявление на получение субсидии. Компенсация предоставляется единоразово. Получить ее могут те организации, чья работа происходит с тесным и длительным контактом сотрудников, посетителей, клиентов. Это предприятия общественного питания, гостиницы, фитнес-центры, детские кружки и секции, салоны красоты, прачечные. Индивидуальные предприниматели без работников получат 15, чуть больше 15 тысяч рублей. А те, которые имеют работников, еще дополнительно чуть больше 6 тысяч рублей на каждого работника. Александр Рыбаков отметил, что предприниматели должны соблюсти ряд условий. Организация должна находиться в реестре субъектов малого и среднего бизнеса, не быть на стадии ликвидации или банкротства, иметь задолженность по налогам не более 3 тысяч рублей. Дополнительную информацию можно получить в управлении налоговой службы Чувашии по телефону, который вы сейчас видите на экране. Полувековой юбилей в этом году отмечает научно-производственный комплекс «Элара». Дальнейшие перспективы сотрудничества предприятий и правительства республики сегодня обсудили в заводских цехах. Там побывал в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Предприятие уже несколько лет уверенно держит курс на импортозамещение. Выпускает продукцию, соответствующую мировым стандартам. Подтверждением тому служат заказы от РЖД, КАМАЗ и Курчатовского института. Программа минимума стабильности, что сейчас очень неплохо. Но и развитие наших новых тем. Это система управления для железнодорожного транспорта, система управления для теплоэнергетики. Мы ожидаем роста заказов в перспективе 3-4 года. Так, при участии сотрудников комплекса в этом году было запущено движение поездов по Крымскому мосту, связывающему полуостров с Краснодарским краем. Совместно с Курчатовским институтом завод поставил оборудование для Балаковской АЭС. Одно из направлений деятельности завода – изготовление автоэлектроники для российских автосборочных предприятий. В 2020-м ЭЛАРа завершила разработку изделий для новых автомобилей КАМАЗ, электронного модуля управления рулем и модуля дверей водителя и пассажира. Как отметил Олег Николаев, завод является значимым звеном в экономике республики, поэтому важно налаживать взаимовыгодное сотрудничество. У предприятия, во-первых, на сегодняшний день работает более чем 3700 человек. Это уже огромная часть общества и города Чебоксары, и Чувашской республики. Это первое. Здесь у нас очень много совместных задач. Есть планы развития. Уже прописаны проекты более чем на 670 миллионов рублей. А это, опять же, новые технологии, новые рабочие места, но в том числе и замещение внутренних задачи подготовки кадров. Мы работаем с крупными заказчиками. Это и российские железные дороги. И сейчас идем в направлении систем управления для энергетики. И заказчики крупные, большие компании, и нам без поддержки республиканских властей очень трудно пробиваться на новые рынки. Не обошлось и без приятных моментов. Олег Николаев вручил награды лучшим работникам предприятия. Наталья Егорова, Леонид Петров, Игорь Ульянов. Вести Чувашия. Новые сервисы и услуги на платформе Яндекса. Правительство Чувашии заключило соглашение о сотрудничестве с крупной IT-компанией. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики в режиме онлайн-конференции пообщался с генеральным директором компании Еленой Буниной. В рамках соглашения в республике планируют запустить новый социальный проект «Такси для ветеранов». К другому проекту Яндекс.Лицей уже подключились более полутора тысяч учителей и более 27 тысяч школьников. Руководитель региона отметил значимость для Чувашии запуска такого сервиса, как Яндекс.Переводчик, а также предложил проработать возможность подключения предприятий республики к проекту Яндекс.Лавка, который может способствовать продвижению продукции чувашских товаропроизводителей. Мы, если совместно будем двигаться, сможем наработать намного больше инструментариев и сервисов в области цифрового управления. Двигаться надо смелее, напористее. И мы настроены ровно так поступать, ровно так двигаться, принимать решения, находиться в поиске. И вот с удовольствием. Поэтому сегодня обозначаю вот наши желания, нашу открытость, наше стремление с вами взаимодействовать и искать новые, удобные, современные, намного быстрее формы обработки данных, принятия эффективных решений и, как следствие, улучшение условий ведения и бизнеса, и функционирования всех институтов общества и отдельного гражданина. Уровень цен на основные продукты питания в Чувашии остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. По словам Ивана Моторина, министра экономического развития республики, цены остаются стабильными. В марте-апреле в продовольственных магазинах по всей стране наблюдался ажиотаж на продукты длительного хранения. Тем не менее, ситуацию удалось удержать под контролем и не допустить повышения цен на социально значимые товары. В магазинах проводился ежедневный мониторинг, проверялось и наличие продуктов, и цены на них. По данным Росстата, на конец июня этого года среди регионов Приволжского округа в Чувашии сохраняется относительно невысокий уровень цен на ряд продовольственных товаров. Олег Николаев обратил внимание на то, что необходимо развивать и поддерживать небольшие магазины, находящиеся в шаговой доступности, которые в период введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом показали более гибкий подход и оперативность в работе. Вот эти магазины шаговой доступности, которые, с одной стороны, являются каналом доставки до потребителей, прежде всего, продукции чувашских товаропроизводителей, они более гибкие, и здесь у нас с вами должна быть достаточно продуманная, продуманная, целенаправленная политика их развития и поддержки. В рамках национального проекта здравоохранения в Республиканскую клиническую больницу поступил новый ангиограф. Для чего нужен этот аппарат и кто может на нем обследоваться, выяснила Татьяна Иванова. На базе Республиканской клинической больницы более 10 лет работает региональный сосудистый центр, где спасают жизни пациентам с инфарктами и инсультами. Ангиограф помогает выявить проблему в сердце и мозге и даже устранить ее, возобновив кровообращение. Много ангиографа, который мы получили в этом году, инсталируя в данную операционную, намного, естественно, лучше предыдущего старого ангиографа в связи с тем, что это более экспертная модель, более высокого класса, более высокого разрешения. Ежегодно врачи проводят до 2000 манипуляций и операций под рентген-контролем. Новая ангиографическая система даст возможность обследовать еще больше пациентов. Ведь бывают ситуации, когда скорая привозит одновременно двух больных с инсультом. Для переоснащения регионального сосудистого центра выделено почти 120 миллионов рублей. Мы уже приобрели две ультразвуковые современные системы премиум-класса, аппараты искусственной вентиляции легких. Для реабилитации пациентов после инсульта в помощь врачам приобретено 11 новых аппаратов для проведения роботизированной механотерапии. Кроме того, планируется поступление еще несколько единиц подобного оборудования. И еще республиканской больнице крайне необходим современный компьютерный томограф для исследований головного мозга и сердца. Когда в организме происходит сосудистая катастрофа, важно как можно быстрее диагностировать патологию. Это поможет не только спасти жизнь, но и как можно быстрее поправиться. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары. Все программы по реконструкции дорог в Чувашии будут выполнены вовремя. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов доложил руководителю региона, как используются средства Республиканского дорожного фонда. Его бюджет в этом году превысил 5,5 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июля объем использованных средств составил пока около 20%. И эта цифра выше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам министра, все работы ведутся по графику и под надзором службы заказчика. Были и вопросы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году общий объем выделенных средств на выполнение трех региональных программ составляет почти 3 миллиарда рублей. На начало этого месяца кассовое исполнение составляет 500 миллионов. На сегодняшний день мы не видим таких серьезных проблем для того, чтобы не выполнить данные проекты. Есть определенные задержки. Это связано с выполнением исполнительной документации. В целом это не отразится на срок выполнения данной программы. Свыше 500 миллионов рублей направлено на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксара в 2020 году. Как ресурсоснабжающие организации выполняют инвестиционные программы, об этом говорили на совещании в городской администрации. В планах на этот год провести реконструкцию кабельных сетей, капремонт ряда теплотрассы и систем водоснабжения, строительство водопроводных сетей, модернизация оборудования. В частности, планируется заменить 19,5 километров теплосетей. Это в два раза больше, чем в прошлые годы. К 15 сентября, отмечают в администрации, объем финансирования будет освоен и к началу отопительного сезона все работы завершат. На обновление систем водоснабжения и водоотведения выделили более 230 миллионов рублей. Водоканал планирует до конца года завершить ремонт двух коллекторов. Работы проведут и на очистной водопроводной станции Завражное, в связи с этим 8 августа ровно на сутки во всем городе будет прекращена подача воды. Сейчас опасения вызывают сроки выполнения работ на объектах электросетевого хозяйства. Как отметили на совещании, компания коммунальной технологии значительно отстает от графиков. Необходимо сказать, что коммунальные технологии на сегодняшний день, в связи с тем, что сегодня находятся в стадии банкротства, выполняют только аварийные работы. Поэтому городской комитет по управлению имуществом судится по расторжению договора за неисполнение инвест-программы. Понятно, что ветшает вся эта система. И что мы там получим через год, через два, через три, неизвестно. Хотя даже в этом году у нас заканчиваются договора. Но и здесь неоднозначные позиции могут оспаривать, отсуживаться и так далее. В общем, я прошу там на постоянном контроле держать. И к концу года мы обязаны забрать все имущество в казну и передать другому предприятию. Предвыборная кампания на пост главы Чувашии в разгаре. Сейчас на эту должность претендует 12 кандидатов. Двое из них подали документы в ЦИК сегодня. Напомню, что первым пакет документов в Центр избирком представил временно исполняющий обязанности главы региона. По инициативе Олега Николаева разработана комплексная программа социально-экономического развития республики, которая легла в основу его предвыборной программы. Редакция независимой газеты решила разобраться, чего уже удалось достичь. Так издание отмечает, в Чувашии своевременно отреагировали на угрозу коронавируса. Режим повышенной готовности был введен заблаговременно. Оперативно подготовлены обсервационные центры для изоляции контактных лиц. Расширен коечный фон. На материальную поддержку медицинских и социальных работников выделили почти 850 миллионов рублей. А 8 ведущих промышленных предприятий вошли в перечень системы образующих организаций страны, что позволило не останавливать производство. В числе приоритетных задач пишет независимая газета «Укрепление агропромышленного комплекса. Повышение качества жизни в сельской местности». Заработал уникальный проект «Чувашская сельская ипотека», который позволяет получить кредит на строительство жилья под 0,1-2% годовы. В этом году в республиканском бюджете на поддержку АПК предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей, что на 14% выше, чем годом раньше. Николаев начал внедрение в Чувашии практики социальных контрактов, позволяющих государству оказывать сельчанам прямую финансовую поддержку, а также помощь в трудоустройстве и открытии собственного дела. При этом порядка 185 миллионов рублей были выделены тем, кто держит дойных коров. Выборы главы Чувашии пройдут в конкурентных условиях. По инициативе руководителя региона в муниципалитетах проводятся встречи кандидатов с депутатами районов и городов республики для прохождения муниципального фильтра. Итоговые состоятся завтра в Чебоксарах и Новочебоксарске. В этом году в России семьи с невысоким доходом начали получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Такую меру поддержки объявил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Прием заявлений начался с конца марта. На сегодняшний день в Чувашии поступило около 40 тысяч заявок, рассмотрено более половины. Выплата назначена на почти 17 тысяч детей. Напомню, главным критерием определения нуждаемости семьи является уровень среднедушевого дохода. Он не должен превышать величину прожиточного минимума. Размер выплаты в 2020-м в республике составляет 4770 рублей 50 копеек. Заявление можно подать через портал Госуслуг или обратиться в многофункциональный центр. В любом случае к оформлению этого документа следует отнестись внимательно. Довольно большой процент отказов в господдержке происходит из-за ошибок при составлении заявления. Основная масса отказов это когда граждане в типовой форме заявления не предоставляют все сведения либо указывают недостоверные сведения. Кроме того, есть очень большое количество и орфографических, технических ошибок, которые приводят также к отказам. В Чувашии разрешили посещение пляжей, хотя официально купальный сезон не открыт. В жаркую погоду жители республики стремятся отдохнуть у воды. В МЧС напоминают, делать это стоит только на специально оборудованных пляжах. Купание в неустановленных местах нередко приводит к печальным последствиям. Только за минувшие выходные в Чувашии утонули четыре человека. Еще один несчастный случай произошел сегодня в Канажском районе. Там, в сельском пруду, утонула женщина. Сотрудники МЧС постоянно информируют жителей о необходимости соблюдать правила безопасности при отдыхе у воды. Так, в Чебоксарах и Новочебоксарске для оповещения граждан используют автомобиль, оснащенный громкоговорителем. Машина проезжает по набережной и рядом с крупными торговыми центрами, чтобы охватить как можно больше горожан. Взрослые родители недосматриваем, не присматриваем, невнимательно относимся к безопасности во время отдыха наших детей. Причины данных происшествий это для взрослых купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. В этом году республике подготовлено 13 пляжей в городских округах и в сельских поселениях 86 оборудованных мест для безопасного отдыха населения. Мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам купаться, отдыхать только в таких оборудованных, проверенных, безопасных местах. В Кшаушском сельском поселении Чебоксарского района готовится к открытию новая модельная библиотека. Открытая планировка, доступность и многофункциональность. По таким принципам она будет работать. На месте одного зала появилось несколько различных зон для чтения, для совещаний, детская зона для кружков и мастер-классов, а также информационная зона. Библиотечный фонд пополнился аудиокнигами, графическими романами, изданиями с укрупненным шрифтом для слепых и слабовидящих людей. Также появились детские книги с детальными рисунками в Вимельбухе. В помещении уже установили современные компьютеры, удобную мебель, расписали стены. Библиотека откроет свои двери для читателей через месяц. Успеть за неделю снять клип, записать новую песню в студии и выступить в онлайн-шоу с живым концертом. Группа Дива Этно Фьючер Саунд побывала в Чувашии и поделилась своими творческими планами. Причем здесь страна восходящего солнца. Расскажем в нашем сюжете. Японская мудрость гласит там, где льются изящные стихи, не остается место суисловию. Знакомый мотив Чувашской народной песни, но слова на японском. Солистка нашего проекта Наташа Васильева, она занимается изучением японского языка. И да, мы решили поэкспериментировать и песню Аштака Ян Чигейч у нас появилась версия на японском языке. Автор перевода преподаватель японского Ирина Мамонтова из Санкт-Петербурга. В 2020 году планировать выступления в других городах и странах по известным причинам сложно. Уже отменилось выступление в Казахстане, но зато десант из музыкантов, фотографов и операторов из Москвы и Санкт-Петербурга высадился в Чувашии. Цель – снять клип на первую песню коллектива Шив Юхать. Вместо съемок – Сура. Каждый день мы ездили с двух часов ночи встречать рассвет и проводить съемки, так как нужно было именно утренний или вечерний свет. Попутно мы записали еще одну новую песню. Это всем известная чувашская народная песня «Вач-вач-ку-кук». И сегодня у нас еще концерт «Среди крыш» в зале моего родного ДК Чигу. Около года занимаемся продвижением, то мы понимаем, что перспективы очень большие, что реально с этой музыкой можно объехать весь мир, особенно Азию, Японию, Корею, Китай. В планах, что несколько песен из программы мы будем делать и на чувашском, и на японском. Поэтому Япония ждет нас, я надеюсь. Пока только тренировки. Подопечные Республиканской Федерации Тайского бокса регулярные занятия хоть и возобновили, однако с соревнованиями пока придется подождать. Но, как убедился наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин, отсутствие стартов не сказалось на настроении бойцов муай-тая. Солнце, воздух и вода по-прежнему лучше друзья спортсменов. Погожие летние дни подопечные Федерации Тайского бокса Чуваши используют для занятий на свежем воздухе. Наставники для тренировок выбрали уличные спортивные комплексы, оборудованные на московской набережной столице республики. И, судя по всему, отсутствие ринга ничуть не мешает юным файтерам повышать свое мастерство. Погода в Чебоксаре конечно очень отличная как в Таиланде. Но в этом году на первенство мира в Таиланд, в Бангкок не получится поехать из-за ситуации с коронавирусом. Но, надеюсь, в следующем году мы вот эти цифры 20-18 поменяем на логичные 20-21. Позаниматься с победителем первенства мира Романом Никитиным пришел 9-летний Семен Долинский. Стаж занятий тайским боксом у юного файтера всего-то год. Но в активе уже есть медали с республиканских соревнований. Я выступал на соревновании три раза. И я пока призер. И мне очень хочется занять первое место. Но пока соревнований нет. За тренировкой тайских боксеров внимательно наблюдал президент профильной Республиканской Федерации Игорь Ильин. Правда, пока порадовать своих подопечных ему нечем. Из-за пандемии коронавируса соревновательный сезон претерпел серьезные изменения. И на сегодня информации о ближайших стартах увы, нет. Сейчас мы не можем порадовать своих подопечных информацией о возможных соревнованиях. То есть у нас очень жесткие требования. Мы не можем участвовать в каких-то других видах единоборств. Ну, поэтому будем ждать, как говорится, в море погоды. Получается так, что какие-то соревнования у нас намещаются на конец августа в Ульяновске. Ну, будем надеяться, что они у нас состоятся. Хотелось бы, чтобы ребята поддерживали свою форму пока вот в данных условиях. Вирус мы победим! Мой тайм! Вперед! Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия. Это была последняя информация выпуска. Хорошего вечера. Увидимся с вами завтра в 17.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова